Чтобы делать добро, горячего сердца недостаточно. Нужны ресурсы и возможности, уверен Сергей Апарин, представитель молодежного движения Новокуйбышевска. Он приехал в Самару на конкурс волонтерских штабов региона. Похвастаться есть чем. В этом году активисты не только помогали местным жителям в решении их проблем, но и побеждали в региональных конкурсах, защищая свои проекты. Вот и сейчас решили получить в очередной раз помощь от областного правительства. Новокуйбышевским волонтерам нужен новый современный офис, где могли бы собираться все городские добровольцы. Главная задача, повторюсь, это вовлечение в принципе всех людей в деятельность добровольческую, в деятельность общественной жизни города, в решение вопросов каких-то социально важных. Конкурс волонтерских штабов из разных городов и райцентров региона проходил уже второй год подряд. Сегодня жюри оценивает 9 проектов. Эксперты – это представители Минобра, бизнес-сообщества и ресурсного центра поддержки и развития добровольчества. Победители конкурса у нас ежегодно получают материально-техническую поддержку. Ресурсный центр как учреждение сопровождает их деятельность, консультирует, поддерживает методически, помогает организационно. Соответственно, они участвуют во всех наших программах, обучающих мероприятиях, помогают нам с реализацией федеральных программ. В прошлом году в конкурсе победили 4 проекта. Их реализовали в Кенеле, Красном Яре, Жигулевске и Новокуйбышевске. По федеральному проекту – социальная активность национального проекта образования. Игорь Комаров, полномочный представитель президента страны, на всероссийском форуме Иволга отметил, что Самарскую область – лидер по развитию волонтерского движения в Приволжском федеральном округе. Рассказал член жюри конкурса Сергей Бурцев, замминистра образования Самарской области. Этот сложный год стал для волонтеров особенно плодотворным. Они активно помогали нуждающимся во время самоизоляции, связанной с пандемией, помогали организовывать голосование за поправки в Конституцию. И со всеми этими задачами добровольцы справились на отлично. Так оценило их работу областное правительство. Поэтому поддержка волонтерского движения будет продолжаться и в будущем. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров, События.